В Израиле проходят международные военно-воздушные учения «Голубой флаг». Самые масштабные за всю историю этой страны. Лётчики из различных стран учатся взаимодействовать друг с другом и делятся боевым опытом. На авиабазе, которая стала центром манёвров, побывал Сергей Ауслендер. Чуть ли не главной проблемой учений стало обеспечение безопасности полётов. В израильском небе и так тесновато, а тут около сотни боевых самолётов, которые целыми днями носятся в узком воздушном пространстве. Расписание пассажирских лайнеров пришлось менять. Это неудивительно. «Голубой флаг» — крупнейшие в мире военно-воздушные учения в этом году. Лётчики из восьми стран участвуют в манёврах. Еврофайтеры и фальконы, иглы и миражи, торнадо и тайфуны прикрывают друг друга в учебных боях. У израильтян особая роль. Они плохие парни, вероятный противник. Для этого у ВВС есть красная эскадрилья. Её лётчики детально изучают тактику врага, чтобы потом воспроизводить её в воздухе. В один из дней учений над Израилем разгорелась настоящая битва. 60 самолётов с обеих сторон сошлись в учебном бою. Плохие парни из красной эскадрильи пытались прорваться сквозь заслон хороших, чтобы разбомбить условный город. Это F-15. Пока основной ударный самолёт израильских ВВС. Скоро их будут постепенно заменять новейшими F-35. Именно вот такие машины чаще всего и наносят удары по террористам в Сирии и Ливане. Опыт операций в Сирии тоже пригодился. Одна из учебных задач – прорыв вражеской ПВО. Израильтяне это делают регулярно. А вот полякам или итальянцам такой опыт приобрести просто негде. Так что вражеской ПВО для них стали расчёты израильских комплексов «Патриот». Этим тоже не занимать боевого опыта. Два года назад над голландскими высотами они сбили сирийский самолёт. Накануне мы летали вместе с красной эскадрильей, и я оценил их уровень. Они дали нам возможность проверить свои навыки пилотирования и ведения боевых действий. В итоге учебного боя условно сбили нас. Это весьма полезный опыт. Такой опыт израильские лётчики накапливали почти 70 лет. Непрерывные боевые действия сделали из ВВС маленькой страны настоящую военную машину, которая не имеет себе равных в регионе. Учение «Голубой флаг» – уникальный шанс для пилотов других стран перенять этот опыт, причём без потерь. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал «Интеравиабаза УВДА». Израиль.